Друзья, всем привет! С вами Квант. Продолжаем играть в Лудус. У нас гладиатор снова стоит без дела. В общем, написали куча-куча снова полезных советов, которые я сегодня постараюсь реализовать. В общем, одно из самых главных. Мне написали, что нужно не бояться вот этого помещения подземного. И спокойно туда отправлять своего гладиатора. Чем мы сегодня, я чувствую, займемся? Да, шансы есть. Вероятность того, что он погибнет, но вроде бы невысокая. Не такая высокая, как это раньше нас пугали. Не знаю, что нас пугал. Забираем денежку. Так, здесь у нас штоп было продано яиц. 105 штук. Отправим пока жену на работу. То же самое с дядей. Ой, болезней-то это сколько? Иди-ка работаем. В общем, сегодня нам 100% предстоит уже заниматься лечением своих родственников. У нас 3800. Само собой, мы заработаем. И вечером сегодня прям 100% будем заниматься лечением. Пойду я посмотрю, как тетушка поживает. Тетушка. Теща. Соответственно, здоровье 84. Ну, вроде неплохо. О, вы еще не готовы. Ну, почти готовы. Хорошо. Знаете, что я еще хотел сделать? Сразу я думаю, давайте реально попробуем отправить сюда глади... Не гладиуса. Ганиуса, по-моему. Монах. Трудность. Легко. Так, допустим. Начинающий. Средний подземель. Ад. Трудность. Начинающий. Вы можете отправить своего гладиатора в темницу. Они могут вернуться с очень ценными предметами. Но эти подземелья очень опасны. Только самые смелые воины могут вернуться из этих темниц. Гладиаторы остаются в темнице на один день. Может быть, он никогда не сможет вернуться и, возможно, сгниет в темнице. В общем, в общем... А что здесь не указано? А, вот так, да? У нас шестой левел. Здоровье, кстати, не полностью восстановлено. Хотя стоило бы восстановить ловкость. На сутки он туда уходит. И у нас не скоро еще. Так, блин, я переживаю. Честно переживаю. Но давайте влегко его отправим. Потому что вряд ли он у нас начинающий. Вряд ли. Давайте отправим все-таки. Даже вот с подобным здоровьем. А сколько у него там выносливости? Живучесть 10. Так, все остальное. Оборона, повреждения. По здоровью он не полностью восстановлен. Короче, отправляем. Все, в темницу ушел. Ушел в темницу. Уже в темнице, да? Нам даже не показали, как он туда зайдет. Ну, хорошо. Так, что нам нужно сделать сегодня? Само собой, нам нужно сделать ставки. С этим чуваком я пока не знаю. С тем верблюдом. Мужиком с верблюдом сказали, можешь особо не связываться. Тоже не совсем выгодная тема. Потом в комментах почему-то написали. Кстати, вот у нас вернулся вот этот дружок. В смысле? Ты чего ничего не украл? Я же тебя отправлял воровать. Так, какашки здесь я вижу. Ну, и само собой, я также хочу нанять еще дополнительных гладиаторов, чтобы, кстати, участвовать в поединках, что немаловажно. Большинство... О, а чё? А чё за череп такой? Это какой-то прям необычный турнир или что? Поединок сегодня. Кто с кем? О, слушайте. Так, вот этот чувак у нас... Слушайте, можно было его спокойно в поединок отправлять. Вот прям серьезно. Можно было его спокойно отправить на поединок. Но мы этого не сделали. Отправить одного гладиатора в темницу. Мы это сделали. Отправить корабль в другие страны для торговли. Ну, и корабль в другие страны, говорят, тоже крутая тема. Но мы пока что до этого не дошли. Так, я немножко набрал водичку. Кстати, говорили, попробуй сына вот так окатить водой. Но это я понимаю, что глупость. Он не проснется, 100%. Но была не была, попробовали. Так, хорошо. С этим мы закончили. Что еще? Из темницы он не вернется долго. Так, дядька вернулся. Дерево нам принес. Ты у нас вернулся. Знаете, у нас есть деньги. Я бы пошел в кости поиграл. По способу, который я вам на прошлой серии обещал показать. Получится, не получится, не знаю. Главное, не торопиться и сделать все правильно. То есть, давайте-ка я продам, наверное, все. Продавать предметы. Так, на еще 300 почти. На золотых. Итого у нас 400. Мы и так, в принципе, неплохо идем сейчас. Прям очень хорошо идем. Но давайте-ка все-таки попробуем. 100 с чем-то яиц ты у нас сегодня должна продать, женушка. Сколько ты уже продала? Кстати, она продала дофига. И это реально невыгодно. Курей держать невыгодно. 4,300. Так как у нас большое количество денег. 4,360. Да-да, и пройти-то, а. 4,361. Я думаю... О, какая дамочка. Кстати, а по поводу бармен девушек тоже писали. Но я не совсем понял, что именно. Они как-то тоже якобы доход приносят. Или только расслабуху. Короче, ладно. Играем в кости. Ставим... Начинаем ставить с одной золотой монеты. С одной. В смысле? Ну... Ну, хорошо. Давай с двух. Что-то одну не ставит. 2000, кстати, максимальная. У нас 4,361. Запоминаем. Ставлю начетная. Так, у нас энергия. Проигрываем. Дальше ставлю в 2 раза больше. То есть 4. Да ладно. Только не говори, что 4 я не смогу поставить. Ну, хорош. Ты что? Ну, окей. 5. Ставлю снова начетная. Ну, кидай. А. Так, здесь мы победили, кстати. После того, как побеждаем, снова начинаем с самой низкой ставки. То есть двоечки. Давайте хорошо. 5. У нас пятерка будет ставка, потому что денег действительно много. 5 у нас самая будет низкая ставка. Поехали. А, стоп. Да. Выбираем снова парную. И, ну, допустим, до трех. Так, мы победили. Две победы подряд. Хорошо. Снова самую низкую ставку. Пятерку. Снова ставлю парную. Давайте до пяти побед. Если, конечно, получится так. Проигрываем. Следующая ставка после проигрыша удваится вдвое. То есть до десяти. Блин. У нас... Ну, 12, возможно, да, поставить. Давайте. 12. Снова на парную ставим. Короче, не важно. Ой, кстати, у нас энергии-то не хватит до пяти побед. У нас энергии не хватит. То есть мы проиграем. После 12 у нас сколько? 24, да? 26. Вот есть возможность. Попробую на парную. Энергии может не хватить. Видите, 40% энергии осталось. Победили? Да, мы победили. Короче, три победы. Дальше энергии не хватит. Я чувствую. Все, уходим. Мы забрали свои деньги 100%. Мы 100% выиграли. Сколько? Было 361. Стало 78. Ну, короче, 17 золотых, по-моему, мы выиграли. Это немного, но мы их выиграли. Само собой. Мы немножко опустошили карманы. Лекарства пока что покупать не будем. Пойдемте сделаем. Так, разбойник. Братан, если ты мне не украдешь что-нибудь сейчас. В прошлый раз он окупился. Он хотя бы одну вещь какую-то украл. Мне сказали, кстати, их не продавай, а типа... Так, тут какие-то топовые есть. 800. Вот этот самый топовый. Пока что покупать я тоже не хочу. Подождите. Не торопимся. Не торопимся. У нас, кстати, уже вечер. Уже надо возвращаться. То есть мы по факту... Жена вернулась. Нет, жену я не вижу. Сначала идем, делаем ставку на арене. Это сегодня последний день, когда мы без второго гладиатора. Если сейчас удастся победить. Да, кстати, я думаю, все получится с победой. Оборона 10, 43. Блин. У него урона больше всего. Почти в два раза любого. Тут вот 27 у одного чувака только. Но по обороне у него совсем все плохо. По критическим уронам у него... Критические двадцатка вкачана. Но я думаю, наши затащат. Я ставлю всю сумму. А, три тысячи, кстати, максимально можно ставить. Но уже неплохо. То есть есть определенные ограничения. Если мы победим, то 800 заработаем. Слушайте, это круто. А я думал, бесконечность можно ставить. До бесконечности. Так, в принципе, да, неплохо. То есть ограничения есть. Это правильно. Иначе было бы дисбалансно. Так, я, кстати, звука почти не слышу. Прибавлю-ка немного для себя. Так, ну, чуваки, давайте давите его. Давите, гада. Я в вас верю. Так, отлично, отлично, отлично. Пока все шансы на нашей стороне. Бьем. У него по обороне все плохо. То есть урон он будет получать значительный. Да, мы победили. 800 монет подняли. Итого у нас 5000, по-моему, уже. Если я не ошибаюсь, да? 5,263. Слушайте, так все неплохо у нас идет. Сейчас 100% ниже 3000 опускаться нельзя. 100% еду. Покупаю все лекарства и... Как его там... Всю вот эту... Все шприцы. Все лекарства, все шприцы. И идем ложиться спать. Идем ложиться спать. Также люди писали, что тут люди не одни сутки проводят. То есть не торопятся, как я, прям до талого. Еще я мешок пшеницы тогда куплю, раз уж деньги есть. 4 400. Заодно проверим, что у нас там мешок делает. И еще бы подкупить немножко... Я думаю, сено не помешает. Десяток. Да? Поехали. Хватит пока что. Давно, по-моему, сено тоже не покупали. Надо будет сейчас надоить. А, да, мы сейчас в коров вкладываться будем. Будем вкладываться в коров очень серьезно. Время 6 часов утра. Кстати, можем не успеть. Нифига. Так, сюда, по-моему. Пшеницу надо отдать. Че? Принимать? Че? 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 Вы должны купить мешок пшеницы. Вы можете найти... Тогда придется мне принять. Ну, я сделаю хлеб. Левый клик. А, типа тебе отдать, да? Я отдал его тебе, нет? Сделать хлеб. Производство будет завершено через сутки. А, окей. Окей, все отлично. С хлебом мы разобрались. Мы уже не успели лечь спать, к сожалению. Значит, ляжем... Подождем еще сутки. То есть, тут, несмотря на то, что время течет и вроде бы нас торопит, мы можем эти сутки продлить на достаточно большое время. У нас, что вчера было, два дня, то и сейчас. Пока мы не ляжем спать, счетчик не щелкнет вот этот. Поэтому вот как-то так мне подсказали. Это работает немножко кривовато, но ничего страшного. Подождем еще сутки. Стоп, молоко... Нет, молоко мы не отправим. Надо сначала подоить коров. И теперь мы снова не сможем лечь. Как так? Как так, твою мать, умерли от голода? Пацанчики, вы че? Нет. Как умерли от голода? Как я не досмотрел? Вы серьезно, что ли? Как вы? Ой, беда. Хорошо. Но это с непривычки. Я просто несколько дней не заходил. Немножко отвык. Ладно, без проблем. У нас молоко еще осталось. Иди продавай. Стоп, стоп, стоп. Я же все купил. Стоп. Женушка, стой. Пожалуйста. Стой. Девочка. Любимая. Стоять. Так, болезни есть. Так, тебе по здоровью еще надо немножко. Так, пожалуйста. Все. Ты у меня прекрасно себя чувствуешь. Ты как? Да, ты офигеваешь просто. Ты просто офигеваешь. Это я вижу. Так, ты берем. Так. Ну, с тобой получше стало немного. Теща очень важна также. Так, тебя мы, соответственно, уже на работу не отправим. Так как мы спать во время не легли. Ты как себя чувствуешь? Болезни тоже очень сильны в тебе. Так. И по здоровью у тебя вроде бы лучше, чем у деда. Поэтому пойду-ка я деда вылечу для начала. Пойду-ка я вылечу деда. И, соответственно, сегодня ставки мы тоже сделать не сможем. Правильно я понимаю? То есть надо ждать восьми вечера. Ну, хорошо. Без проблем. Подождем. Нам-то какая разница? Так. Деда мы вылечили. Болезни у него прогрессируют. В общем, немножко подлечили своих родственников. Жалко. Очень жалко то, что потеряли скотину. Но пока что мы покупать не будем. Так. Лечь, спать я не могу. Правильно? Правильно. Так. Сколько времени? 12.50. Что еще тогда можно поделать? Но можно... Опа. Можно на самом деле понаблюдать за... Так. Это тоже не вернется. Он через сутки только... Хлеб делает тоже через только сутки. Секунду. Сколько? 21. Хлеба надо будет запомнить просто. Чтобы понимать, сколько он сделает. Ты что, уже все продала? Нет. 22 литра еще. Но давай, продавай, ходи пока что. Но пойду я закуплюсь тогда. Не знаю. Пока что сеном... Блин, я реально не знал, что так будет жестко. Давай двадцатку сена возьму. Даже еще. Вот так. Двадцать пять кг. Но... Брать, не брать. Пару коров. Но надо в любом случае. Как без них-то? Просто у нас по финансам... Нет. Давай поднимемся сначала. На следующий день возьмем. Четыре двести. Так мы просто больше сможем выиграть. Я чувствую. Все. Надо просто ждать вечера. Я сейчас пойду сена отдам. Подожду вечера и лягу спать. И увидимся. Так. Все. Можно идти ложиться спать. Переночуем. И посмотрим, что у нас и как. Жена до сих пор, кстати, не вернулась. Не знаю, почему она так долго ходит. Этих мы снова можем отправлять на работу. Идите топайте, работайте. Тот чувак, интересно, вернул этот. Уже сделал нам хлеб. 14, кстати, хлеба осталось. Вчера было 21. Производимая еда 32. Слушай, неплохо. А забрать уже можем? А, уже забрали. Уже забрали. Слушай, я так понимаю, это выгоднее в любом случае, чем... Нежели его просто покупать. Так, вижу, воришка идет. Кстати, у нас еще есть обувь. И эту обувь надо будет примерить. В смысле? Ты ничего не украл? Офигел вообще? В этот раз он что-то не окупается. По-моему, с воришкой возиться нет смысла особого. Из подземелья никто не вернулся, да, пока что? Слушайте, так если не вернется к завтрашнему дню... У нас турнир-то завтра. А, он вернулся, кстати. Он вернулся. А что ты нам принес? Ты вернулся, но не показано что-то. Что сейчас... Откуда это сейчас вылезло? Вот здесь менюшка какая-то вылезла резко. Так, что у нас здесь? Так, выносливость. Это мы тебе потом завтрак очнем. Здоровье. 78% тебя надо будет само собой вылечить. Вылечим без проблем. Так, сила 12, живучесть, проворство. Одеть бы его. Блин, турнир будет жесткий. Его надо прям конкретно одеть, я считаю. Мы постараемся это сделать. Постараемся. Оборона, сила, проворство. Давайте попробую я ему проворство еще качнуть. У него нет трустости, как у того чувака нашего. Я его отправляю качаться. Пока что. К вечеру постараюсь ему купить дополнительно вещей. Пока надо убрать... Где ведро-то мое? Где мое ведро? Куда я его выкинул? Меч и щит у него, по-моему, топовые. Остается ему все остальное топовые купить. Я постараюсь это все-таки сделать. Так, это мы почистили. И нам на сегодня, кстати, нужно бы еще лекарства прикупить, потому что что-то не очень. Так, ты вернулся уже, да? Так, стой, подожди. Мы забираем у тебя немного. Так, дед пока что хорошо себя чувствует. Блин, жалко я профукал своих. Они бы столько мне молока уже дали. А как я не посмотрел-то то, что у них с голодом прям проблемы большие? Как так вышло? Где моя жена? Почему она до сих пор не вернулась? Только не говорите, что моя жена там погибла. Пожалуйста. Я пойду на всякий случай проверю. Реально страшно. 4200 у меня есть. Так, этот чувак тоже интересно его посмотреть. Но я, наверное, его посмотрю, когда у меня будет денег побольше немного. 1006-7, когда в деньгах прям сильно особо нуждаться не будем. Куда же она-то делась? Я ее что-то потерял. Везде же посмотрел, нет? Так, это не моя жена, нет. Так, вон там кто-то убежал. Секунду. Нет. Так, я не понял. Женушка. Только не говори, что... Только не говори, что... Фу, как я испугался. Жесть. Я два раза обижал деревню. Так, 330. Ну, как бы все закончилось. Правильно я понимаю? Да. Прикупим. Не переживай. У тебя все в целом все отлично. Так, ты тренируешься. Все прекрасно. Ты как бы тоже себя неплохо чувствуешь. Ну, а что с животными делать? Неужто так трупы будут валяться до конца? Ну, видимо, да. Видимо, да. Пойдем. В общем, сегодня нам остается продать все, что у нас есть. Нам нужно по-прежнему прибавлять свое финансовое положение. Это раз. Это во-первых. Так, дальше. Дальше было бы неплохо ставку сделать. Еще на поединок нашего чувака отправить. Было бы вообще идеально. 1,8 коэффициент. Почти в два раза. Представляете? Если мы трешку сейчас поставим. Еще трешку поднимем. Блин, это же... Ну, не трешку. Сколько мы поднимем? Мы поднимем 5,420. 2,400 поднимем. Это самая большая ставка, которую мы когда-либо поднимали. Но если выиграем, не факт, что победим, конечно. Так, повреждение 38,19. Так, 31,24. Но есть шанс у этих ребят, конечно. Есть, да. По обороне вот этот нулевый. То есть один, скорее всего, отлетит быстро. Нет, я ставлю, ребят. Вы как хотите. Я ставлю на вот этих чуваков. Делаю ставку. Блин. Пожалуйста, ребята, тащите. Очень большая надежда. Мы поднимем большую сумму. Так, вот они двое вышли, наши враги. Он тот должен отлететь. Может, конечно, спокойно затащить. Главное, чтобы не тупили. Блин, смотрите, тупят. Двое отошли. Но хорошо, что пока что только один. Да куда ты? Блин, пацаны. Какого фига ты тяжеловесу? Так, хорошо. Он пробил его, кстати. Он его пробил. Блокирует. Прекрасно. Он его пробил сзади. Почему? А, хорошо. Вдвоем, кстати, напали на него. Прекрасно. Прекрасно напали на него вдвоем. И его пробивают. Весьма нехило, кстати, пробивают. Один сражается с зеленым. Один сражается с белым. Двое сражаются с белым. Давайте, давайте, пацаны. Там ему чуть-чуть осталось. Еще один хороший удар. Все, прекрасно. У них не должно быть шансов. Но если вот этот зелененький затащит, это будет просто какое-то невероятное чудо. По логике у него вообще никаких шансов. Не должно быть. Блин, мы 2 400 сейчас золота поднимем, да? Это же просто невероятно. Ну давайте, добейте его. У него осталось там. Да, красавцы. Вот это красивый удар был. Это был красивый удар. Бабок мы подняли неимоверно круто. Все, теперь на всю сумму я пойду постараюсь. Так, у нас, подожди. Турнир когда? И сколько времени вообще сейчас? 22.53. Турнир у нас завтра или сегодня? Так, завтра у нас турнир, да? То есть после ночки. Но я пойду в любом случае посмотрю, какие шлема есть хорошие. Я хочу одеть. Хочу одеть при любом раскладе. В лучшее. 715. 500. Да ладно, но если я проиграю, вы представляете, что будет? Такой шлемак подлетел. Такой шлемак залетел. Такой шлемак. Ё-моё. Так, топоры. Я взял, ребята, я взял. Блин, такой шлемак. Так, броньку бы. Ну, конечно, не такую топовую. Но хоть... Офигеть! Почему я взял... Так, это золотые. Это просто золотые. Я все бабки солью, правильно? Нет, я заработаю, конечно, потом. Без проблем. Это золотая. Это зелененькая. Вот, золотая и синяя. Нет, подожди. Что-то не пойму. Я думал золотые топовые. Но, видимо, нет. Желтые, типа. Тяжелая площадь. 1680. Хорошо. Дай-ка здесь посмотрим, что у нас хорошее есть. 1680. Да это просто невообразимо круто. Это просто невообразимо круто. 1680. Так, 7, 5. Все остальное по двойчике. Тут то же самое. Тут то же самое. Они одинаковые абсолютно, да? Да. Берем, короче, вот это. Шлем на ноги. Блин. Ну, надо было, на самом деле, вместо шлема брать броню. Вот серьезно. Было бы идеально вместо шлема взять броню. Так, подожди. А, кстати, мне чуваки вот говорили, почему ты вот эту фигню продаешь, а не одеваешь. Оно не одевается. Оно чисто на продажу, как я понимаю. Блин. Блин, ну смотрите, какой топовый хрень. Вся одетая в него. За 4000. Жесть. Вот это надо идти продавать. Просто невероятная дичь какая-то. Открываем магазин. Все, надо идти спать, само собой. На ставках мы, конечно, очень много подняли. Так, 4 утра. Все сделали? Будем надеяться, что да. Так, ну пока что мы немножко отошли от заработка на ферме. Так, иди. Пока что мы сделали большой упор заработка на... Так, друг. А, вот. Это показывает характеристики. Все, я понял. Менюшка вылетела. А, друг, братан. Вот как, не знаю, как ни крути. Тебе нужно. Выносливость у тебя максимальная. Счастье хорошее. По здоровью у тебя не очень, но мы тебе шприц купим. Так, братишка, братишка, братишка. Иди в живучесть качни. Я думаю, ты еще успеешь. Я думаю, мы еще успеем. Да, иди качни в живучесть. Так. Вода заканчивается. Надо воды купить. Дождаться деда. Но дед уже, скорее всего, вернулся. Так, берем железку. Секунду. Берем железо. Дождаться дядьку. Пойти продать. Перед покупкой каких-то медикаментов. Но нет, медикаменты по-любому перед турниром надо будет купить. Хотя не перед турниром, а после ставок. Да, нам сначала ставки надо сделать. Чтобы ставку сделать, нужно максимальное количество денег. Так, он тренируется без проблем. В общем, остается нам дождаться дядю. Я пока проверю состояние в целом наших родственников. Так, энергия максимальная. Болезнь небольшая. Ну и, соответственно, все еще проверим. Жалко очень животных. Очень жалко. Но пока себя все неплохо чувствуют. Ты качайся. Четыре часа у тебя на это есть. Он навыки свои повышает. Все лучше и лучше. Так, забираем у тебя дровишки. Дядька тоже себя неплохо чувствует. Ты, говнюк, что-нибудь принес? Иди в жопу отсюда. Я с тобой не хочу больше иметь дело. Ничего нам не принес. Слили просто бабки. Так. Это все мы продаем. 287. Итого у нас полторы тысячи только, да? Ну, надо было нам в любом случае купить. Нам надо было купить. Ничего не поделаешь. Если мы сейчас подзаработаем, то есть, какая-нибудь хорошую ставочку сделаем, то, может быть, я еще что-то куплю. Так, ну, тут тоже 1.59. Очень хорошая ставка. Да, наши победят. Вот эти ребята. 1500. Так вот. Ну, почти косарь поднимаем, да? Поехали. Ну, давайте, чуваки. Сделайте красиво. Только не слейте мои все бабки, пожалуйста. Так, этот бежит. Давайте вы только вдвоем вместе идите, и тогда все будет в шоколаде. Так, он с двумя кинжалами, кстати. С двумя кинжалами. Один совсем с дубинкой. Вы серьезно? Так, где вы? Так. О, застопорил чувака. Пробил, застопорил. Нормально. Так, так, так. Ты с чем нас? С молотком каким-то. Так, этот с дубинкой. Застопорил. Да, оглушил. Хорошо. Красавцы. Еще косарь подняли. Но это неплохо. Когда деньги есть, прям приятно. Прям приятно. Но я бы пошел еще. Так, там 4000, да, стоило? Топовый шмот. Топовый шмот стоил 4000, который нам уже не по карману. Так, но зато за 1300 есть. Так, 500. 500. Берем за 1300. Красненький такой. Тоже куча плюсов. Тоже куча плюсов. Берем. Так, остается на руки только. Но нет, я на руки не возьму. Я пойду сейчас... Я сейчас пойду, куплю лекарств. Надо прокачать, вылечить, на самом деле, своего гладиатора. Так, раз, два. Ну и, соответственно, пока все. Пока все. Все. Будем надеяться, что наш гладиатор в этот раз затащит. Если нет, ну будет очень сильно обидно. И тогда в следующие разы... В следующие разы. Ты еще не закончил, что ли? Ты еще не закончил. Иди, братан. Я думаю, хорош с тебя уже. Так, одеваем его в офигенный шмот. Беру я вот эту штуку. Оп, очки. Так, проверяем его состояние. Здоровье 132%. Выносливость. Выносливость. Надо его отправить спать. Да иди спи. Закончи тренировку иди спи. Гладиатор не устал, говорит. Но я хочу, чтобы у тебя выносливость была максимальная, чувак. По здоровью, по счастью, по бодрости. Он шедеврально себя чувствует. Ну что думаете? Готов он к бою? Я думаю, что готов. Погнали. Я переживаю крайне сильно. Но я думаю, что он готов. Турнир сегодня. Вот этот череп мне не нравится прям совсем. Так, у нас 22,8, кстати. Мощность намного лучше. Кстати, 17. Блин, блин. Давайте, чуваки, держим кулаки. Поехали. Нефиг бояться. Мы справимся. Ганиус будет намного топливее, я считаю. Так. Один вышел с двумя кинжалами. Ну, Мурмила, покажи, на что ты способен. Я верю в тебя. Ганиус. Давай. Не должно быть у него. У него выносливость, конечно, не соточка. Блокировал, красава. Блокировал просто на изи. Так, почему назад меня... Мурмила, брат. Держись. С кинжалом он шустрый парень. Так, хорош. Давай. Красава, давай. Бей его. Еще один удар. Хороший. Гладез. Красава. Держи блок свой. Великолепный блок свой. Держи. Не пропускай, пожалуйста, удар. Прекрасно. Так, Б. Так, здоровье немножко подняли ему. Следующий противник будет, по-моему, сильнее. И в прошлый раз, по-моему, нашего Гладиуса, самого первого, отравили, кстати. Гад. Прекрасно. Так, я подниму ему здоровье вновь. Б. Так, В тогда что? Так, Н, Н, Н. На силу. Здоровье у него было высокое. Что-то Б нажать мне не дало. Побеждай, Гладиус, братан. Ганюс, Ганюс. Я их путаю. Ганюс. Красавчик. Мы победили. Мы победили. Это победа. Полторашку мы поднимаем с этого. Какие-то... Какой-то наконечник за 250. Но в каждый раз мы побеждаем. Берем вот эти наконечники. Наконечники это победа. Это победа и Ганюс. Ганюс. Ну ты просто мега. Не зря мы тебя одели, я считаю. Топовый шмот. Вот мы тебе еще 100% дадим. 100%. Так, что у тебя по тренировкам? Выносливость какая у тебя? Тебя надо на тренировку отправлять. Серьезно, я считаю. Выносливости нет. Хорошо. Иди тогда отдыхай. Прямо спи. Мы на этом, наверное, пока что закончим. На сегодня вы видели... Во-первых, мы ферму свою просрали в хламину. Сынишка у нас так и не выздоровел. Со всеми остальными, я думаю, мы сделаем... Надо будет их вылечить, как только немножко снова поднимем деньжат, а мы их поднимем. Ну и, соответственно, будем отправлять в подземелье. Правда, очень не хочется Ганюса отправлять в подземелье. Но, несмотря на это, мне кажется, он будет лучше себя там чувствовать, чем все остальные гладиаторы. Надо второго брать. Надо брать второго. Это важный момент. Пока что на этом все. Спасибо большое всем, кто смотрел. Увидимся в следующей серии. Всем удачи, всем пока.